Свой 50-й день рождения заслуженный тренер России Михаил Солтан отметит на рабочем месте. Он везет в столицу сборную университета на всероссийские соревнования звезды студенческого спорта. И даже в преддверии праздника не хочет говорить о себе только о воспитанниках. Почему узнала Алла Лавриненко. Наставника волнует введенный возрастной ценз 21 год для воспитанников школы Олимпийского резерва. В легкой атлетике стабильно высокие результаты приходят к спортсмену гораздо позже. По статистике в беге на 400 метров победителями и призерами чемпионатов мира и Европы становятся атлеты в возрасте 27-29 лет. В беге на выносливость еще границы сдвинуты. Начинается на выносливость бегать, высокий результат показывать, в 29-30 лет. А марафон и шоссе начинается только с 30 лет. Интересно, как до этого дожить, когда в 21 год уже все, за журналом человек. У Михаила Солтана за бортом остались сразу 8 спортсменов. Самый титулованный из них призер Олимпийских игр Владислав Фролов. Но и Павел Старостин, Сергей Ульянов, Николай Слетков, Евгений Гребенников не раз становились призерами чемпионатов России и ЦФО. Били установленные имиджи рекорды области. Ребята лишились инструкторских ставок, тренер целой группы высшего спортивного мастерства. И, соответственно, денег. Возьмем такие виды спорта не только легкой атлетикой, но и те же лыжи, и те же коньки. Хотя с коньками тут еще больше проблем, потому что нет у нас условий практически вообще. Да в той же борьбе классической, в той же борьбе с юдо. В циклических видах просто не бывает высоких результатов в юном возрасте. В легкой атлетике даже девушки работают со штангой, вес которой может достигать 150 килограммов. Неокрепший организм просто не справится с такими нагрузками. В других регионах проблема спорта высших достижений решается, говорят спортсмены. В городе Орле там существует школа высшего спортивного мастерства, где люди, достигшие зрелого возраста, 23-25 лет, имеют возможность продолжать заниматься и показывать высокие результаты. В областном спорткомитете решение создать ШВСМ зреет давно. Даже изучили опыт соседних Воронежей и Липецка. Но подступиться к реализации планов не могут несколько лет. Может быть, я не так сильно наставил на этом. Может быть, не смог как-то доказать, донести. Ну что-то, что-то затормозил. Тамбовская королева спорта не только она теряет талантливых ребят на взлете их спортивной карьеры. Так, рекордсмен области на 100-метровке 27-летний Павел Старостин после всех перипетий решил стать муниципальным служащим. Конечно, совмещать тренировки с теперешней работой ему не удается. Алла Лавриненко, Владимир Крынкин. Вести. Тамбов.